Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Жемчужина Сочи Хоста немного запылилась. Такой вывод сделал глава города после обхода улиц. Вторая школа готовится отметить вековой юбилей. Насколько она и остальные школы района готовы к Дню Знаний, проверил мэр курорта. В Сочи отметили столетие российского цирка и увидели его глазами детей. В Сочи торжественно открыли 115-ю воркаут-площадку. Что на ней можно делать, продемонстрировали чемпионы мира. 9 тысяч квадратных метров для талантливой молодежи. В Сочи открылась новая школа. Корпус располагается на территории образовательного центра «Сириус». Накануне его посетил Владимир Путин. Сопровождал главу государства Вениамин Кондратьев. Президенту России и губернатору Краснодарского края показали научные лаборатории и современные кабинеты. Сейчас здесь проходит подготовку по физике, химии и математике. Ребята, которые отправятся на предстоящую Олимпиаду в Катаре. Благодаря «Сириусу» мы здесь проводим в апреле смену. И там отбираем ребят. У нас там Слав, например, он седьмой класс только у нас. Он себя показал. И сейчас борется то, что наравне со старшеклассниками, чтобы поехать на Олимпиаду. Здание рассчитано на 800 человек. После отбора обучаться в школе могут дети из «Сириуса», а также сочинские школьники в инженерно-математическом и химико-биологическом классах. Программы нацелены на исследовательскую и проектную деятельность. После ознакомительной экскурсии глава государства здесь же в новом корпусе провел заседание попечительского совета фонда «Талант и успех». Участие в нем принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. На совещании обсудили вопросы дальнейшего развития центра «Сириус». В том числе оно включает и строительство Эмеритинского лицея в Сочи. Работы на площадке уже ведутся. Их лично контролирует глава региона. Это будет комплекс с уникальным набором образовательных программ, состоящий из школы на 1100 мест детского сада и бассейна. Еще одним важным элементом научно-технологического центра станет Эмеритинский лицей. Он должен заработать в 2020 году. Считаю необходимым создать в нем условия для постоянного проживания и обучения воспитанников «Сириуса», а также мотивированных и проявивших высокие способности школьников самого города Сочи и Краснодарского края, других регионов России. Что хотел бы особо отметить. Здесь, в Американской долине, на базе нашего олимпийского наследия, мы с вами создаем уникальную модель образования в полном смысле соответствующую высоким требованиям будущего. Но вопрос гораздо шире, разумеется, стоит. Весь проект «Сириус» призван стать своего рода лабораторией, площадкой для творческой свободы, поиска и экспериментов. За время работы «Сириуса» около 3000 кубанских ребят, в том числе студенты колледжей, внесены в федеральную базу одаренных детей. Преподаватели образовательного центра помогают детям из сочинских школ углубленно изучать профильные предметы, проводят лекции и мастер-классы. Кроме этого, для одаренной молодежи со всего края в скором времени построят специализированную школу поколения. Мы приняли для себя принципиальное решение создать в крае еще один магнит для одаренных детей. Аналогичную школу мы построим и в Краснодаре. Она заработает в 2021 году. Поступить туда сможет на конкурсной основе ученик из любой точки региона. Это будет интернат, в котором дети смогут жить и учиться. Такие объекты – это наши главные инвестиции в будущее. Мы сегодня должны выявлять и поддерживать тех талантливых мальчишек и девчонок, которые будут создавать завтрашний день Краснодарского края. Попасть в такую школу ребята со всей Кубани смогут на конкурсной основе после четвертого класса. Обучение будет бесплатным. Подобные центры должны стать частью единой системы выявлений и развития способностей у детей. Елена Овсецина, телекомпания «ФКТ». Полпредпрезидента России в Южном федеральном округе вручил удостоверение региональным судьям. В их числе и новый председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов сегодня получил документ из рук Владимира Устинова. На вручении также присутствовал губернатор Кубани. Вениамин Кондратьев отметил, что на судах лежит большая ответственность за развитие региона. Одним из самых острых вопросов, требующих решений, остается борьба с самостроями и сохранение зелёных зон. Владимир Устинов и Вениамин Кондратьев пожелали новому председателю край суда в любых ситуациях оставаться объективным и справедливым. Более 60 сельхозкооперативов создано на Кубани за последние два года. Таких результатов удалось добиться благодаря адресной поддержке, рассказал журналистам губернатор Краснодарского края. Начинающие фермеры могут получить гранты в рамках национального проекта. Вениамин Кондратьев отметил, что субсидирование малых форм хозяйствования – одно из основных направлений развития агропромышленного комплекса. «Мы поддерживаем тех, кто хочет работать на своей земле, заниматься садоводством и тепличным овощеводством, создавать животноводческие фермы, открывать линии по переработке натуральных продуктов. Результаты этой работы приносят свои плоды, растут объёмы производства. За полгода малые формы хозяйствования произвели продукцию на сумму почти 37 миллиардов рублей. А кооперация, объединение усилий, позволит крестьянам быть более устойчивыми и конкурентоспособными на рынке. Зная, что не всегда просто решиться и сделать первый шаг в развитии собственного дела, поэтому так важна финансовая поддержка государства, которую мы будем только наращивать». Также в рамках реализации нацпроекта поддержки малого и среднего предпринимательства в крае заработала новая программа «Агростартап». Начинающие фермеры могут получить грант в размере 3 миллионов рублей на развитие собственного хозяйства и 4 миллиона рублей, если хозяйство состоит в кооперативе. Жемчужина Сочи. Хоста немного запылилась. Такой вывод сделал глава Сочи после обхода улиц. Уютному курортному району необходима генеральная уборка. Улица 50 лет СССР. Центральная улица района. По ней идёт общественный транспорт из Олимпийского парка в Сочи. Туристы смотрят в окна и видят хорошие дороги, аккуратные дома и захламлённые газоны. Как выяснилось, часто это вина самих хостинцев. Бросают из окон и мусор и еду для птиц. После голубей остаются и объедки, и испачканные парапеты. Анатолий Пахомов отметил, город сейчас разрабатывает муниципальную программу по ремонту дворов, многоквартирных домов. Но сами жители, а главное, управляющие компании должны подключиться к благоустройству. Я думаю, что глава района вместе с жителями хосты в течение 10 дней наведут порядок. Наведут порядок на улицах, наведут порядок с домами, во дворах наведут порядок. И, конечно, вот мы в стадион подъезжали, забор весь погнутый. Конечно, его надо уже поменять. И сегодня есть недорогие, современные сетки, рапицы, которые можно поставить. Это будет и современно, и красиво. И мы такое порекомендовали, и обязательно это будет сделано. Также мэр посетил хостинские детские сады, которые сейчас активно готовятся к приему малышей. И две школы на Мацесте в селе Измайловка. Ходом ремонта глава города остался доволен. Помощь шефов-единорозов помогает даже давно построенным сочинским школам не просто оставаться в хорошем состоянии, но и соответствовать всем современным требованиям к учебным заведениям. Такой вывод был сделан сегодня после того, как глава Сочи Анатолий Пахомов посетил около 10 школ Центрального района. О том, насколько они готовы к началу учебного года, узнаем из следующего сюжета. Ну, постепенно мы с вами шагаем. В школе номер 14 почти 60 лет. Состояние хорошее, но с дизайном нужно поработать. И мебель в некоторых классах обновить, говорит Анатолий Пахомов. Впрочем, основные требования к обеспечению учебного процесса и к безопасности здесь выполнены. Нет претензий к подготовке к учебному году школы номер 13. С 14 они практически ровесники. Но и здесь состояние зданий неплохое. А современные технологии помогают не только в учебном процессе. 11-й, 11-й, любой. Вот пошли ребята, вот пошли мальчишки. Древо выпускников появилось в 13-й школе в этом году. А скоро QR-коды откроют всю историю учебного заведения. История 13-й школы считают здесь немыслимо без недавно ушедшего из жизни человека, который много лет преподавал именно историю и был директором. Для нас, для нашей большой семьи это очень важно. Мы присвоили школе имя предыдущего директора Гагина Бориса Горевича, который отработал здесь 30 лет. Еще несколько лет назад у властей были сомнения, можно ли привести в порядок старое здание школы номер 2. Оказалось вполне возможно, благодаря шефам-единоросам. Сделали систему водоотведения, заменили потолки и напольное покрытие. По мнению главы Сочи, созданный тандем администрации шефа оказался эффективным. Все, в принципе, привели в школу, и не скажешь, что она очень старая. И такие все школы старые. Мы сейчас ездим. Они крепкие. Крепкие. Чем раньше построены. И сделаны хорошо. Вот везде, где бы мы ни были, везде школы. Прямо школы хорошие. Впрочем, важны не только деньги, но и отношения к школе самих детей и педагогов. Мы создаем уют и привлекаем к этому всех и наших детей, чтобы своими руками, когда они вместе с нами и с учителями совместно мы проводим субботники, тогда они оберегают школу. И школа может иметь вот такую вот большую историю и хорошее состояние. В этом году здесь потребовались лишь некоторые обновления. Так поменяли столешницы в столовой. Из более серьезных перемен – второй пункт охраны. В этом здании вторая школа находится с середины прошлого века, а основана она гораздо раньше. Размещалась рядом с нынешним фестивальным. И в следующем году отметит 100-летний юбилей. Далина Моисеева, телекомпания ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 8 августа в Сочи ясно. Температура воздуха ночью плюс 19, плюс 21. Днем 24-26 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 25. В Сочи приехали студенты ведущих вузов Донбасса. Это стало возможным благодаря соглашению, которое подписали Сочинский институт РУДН и фонд «Русский мир». Подробности у нашего корреспондента. Этот год в Донбассе объявлен годом русского языка. Поэтому поездка в Сочи, организованная фондом «Русский мир», для студентов стала отличной возможностью повысить свой профессиональный уровень. К сожалению, вот эти 25 лет, которые были при Украине, там чего только не было. И забвение языка, и отсутствие навыков вообще делового общения на русском языке. Потом было совершенно извращенное представление нашей прошлой истории. Благодаря соглашению об образовательном сотрудничестве между Сочинским институтом РУДН и фондом «Русский мир» в институте открыта летняя филологическая школа. Студенты из Донецка будут углубленно заниматься русским языком с квалифицированными педагогами. Соглашение новое, которое определяет этапы продвижения многих проектов в Российском университете дружбы народов. Языковая подготовка, которая дается здесь, в наших стенах, в нашем институте, соответствует стандартам, которые определило именно сообщество лингвистов. Будут представлены, я так понял, более широко вообще все психологические направления. В профессиональном смысле для нас это очень важно. Можно познакомиться, притронуться не только к каким-то универсальным вещам, но и к авторским курсам лекций преподавателей, вот в этом случае университета РУДН. Сочинский институт РУДН, где изучают русский язык также иностранные студенты, радушно распахнул двери для молодых дончан. Именно они будут у себя дома обучать школьников правильному русскому языку. Это все очень важное событие, потому что именно в общении с своими сверстниками, общение с коллегами, оно будет позволять развивать флогическую науку, развивать русский язык, правильную русскую речь на территории Донбасса. Студентов из Донецкого национального университета ждет насыщенная образовательная и культурная программа. Образовательная часть предполагает интенсивный практикум по русскому языку, литературе и журналистике, лекции, дискуссионные сессии, практические занятия. Но это еще не все. Музеи, театр, концерты, Олимпийский парк и, конечно же, море. Важная часть культурной программы летней филологической школы в Сочинском институте РУДН. Елена Овсицын, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи отметили 100-летие российского цирка. Праздник состоялся на площади у Сочинского цирка, которая сегодня превратилась в территорию красок. Почему именно красок? Об этом расскажем далее. Краски Сочи цирк. Именно так назвали сочинский праздник, посвященный вековому юбилею советско-российского цирка. Сегодня площадь полностью предоставили детям, главным зрителям цирковых представлений, тем самым дав им возможность реализовать любые творческие идеи, показать, каким они видят мир и какими красками хотят наполнить. Темы не навязывали, дети все решили сами. Я рисую радугу и хочу на заднем фоне, как будто там виднеется цирк. Я не умею писать, но я постараюсь написать цирку в 100 лет. Для меня цирк – это радость и веселье. Я бы нарисовала большую сцену и клоунов, гимнасток. Цирк у меня ассоциируется с клоунами, весельем, гимнастками, с счастьем, радостью и смехом. Цирк для меня – это представление и, конечно же, клоуны, поэтому я решила взять за основу пейзаж, который стоит возле цирка, и фонтан с самим клоуном. Сама люблю посмеяться и смешные шутки, поэтому я люблю ходить в цирк. Здесь сейчас цирк на асфальте и на бумаге. В чем ноу-хау? В том, что на самом деле цирк – это универсальный вид искусства. То есть цирк – это и спорт, это и патамима, это и театральное искусство. Но цирк и изобразительное искусство, как бы, можно сказать, сейчас у нас такой синтез возникает впервые, потому что сейчас дети рисуют цирк и рисуют его необычно. Мероприятие цирк подготовил вместе с городским собранием Сочи. Организаторы отказались от соревнований и конкурсов, решив, что на праздники детства не может быть победителей и проигравших. Есть творчество, свобода и удовольствие – все, что нужно для детского счастья. Ну а если не хватало фантазии, на помощь ребятам приходили именитые сочинские художники и дизайнеры. На площади возле цирка они провели мастер-класс. Цирк как-то давно тихонечко сам по себе работает со своими представлениями. А вот сегодняшнее руководство цирка вышло с инициативой проводить ежегодно праздник цирка «Краски Сочи Цирк». У нас в городском собрании собралась такая группа творческих депутатов, которые с удовольствием поддерживают все инициативы, которые появляются в городе. И как хочется, чтобы их было больше и больше и больше. Цирк – это всегда волшебство, мир талантливых артистов и добрых зверей. Вот и сегодня, попав на территорию «Краски Сочи Цирк», ребята сами погрузились в творческую атмосферу. Рядом в фойе открылась и выставка «Цирк глазами юных художников». Татьяна Говоркова, Инга Габеш и Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи торжественно открыли 115-ю воркаут-площадку. Современный комплекс для уличного фитнеса появился на улице Новогинска и стал подарком ко дню физкультурника, который отмечается 10 августа. Печатная машинка, ласточка, флаг дракона, горизонт – все это название трюков воркаута. Поздравить сочинцев с открытием очередной площадки приехали чемпионы мира. Это помогает популяризировать данный вид спорта, делать его более доступным. Вот люди, проходящие мимо, они просто заходят на нее, начинают тренироваться. Все это абсолютно бесплатно. Это классно. Поздравляю всех сочинцев. А это Александр Рулько, сочинец-победитель десятка соревнований различного уровня. Атлетом Саша стал именно с тех пор, как в городе стали открываться первые воркаут-площадки. Просто дома сидел, ничего не делал, потом гулял, увидел, как занимаются, решил попробовать и затянулось. Площадка в каждом дворе, решил попробовать и все. Высокотехнологичную воркаут-площадку сегодня торжественно открыли всем городом. Красную ленту перерезали мэр Сочи и дети, будущие спортсмены. 92 площадки построены за счет бюджетных денег, городского бюджета. Воркаут-площадки – это новшество, но оно очень нравится нашей молодежи. И надо отдать должное, что больше 15 площадок построено за счет денег наших предпринимателей. Вот мы строим новый сквер, парк, в этом году их будет 20. Ставлю задачу перед каждым строителем, чтобы в этих зонах отдыха обязательно была площадка воркаут. Мы добьемся того, чего хотим добиться. Добьемся улучшения качества жизни наших людей, в первую очередь нашей молодежи. 92 из 115 воркаут-площадок установлены в селах, чтобы спорт был доступен каждому, независимо от места проживания. Галина Моисеева, Инга Габеши, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». В Сочи открылся двухдневный фестиваль «Лето балета». Для детей покажут спящую красавицу, а для взрослых – «Лебединое озеро» и «Ромео и Джульетта». Сегодня зрители увидят трагическую историю любви. Пока репетиция. Только три спектакля в Сочи. И артисты балета отправятся в Китай, затем в Мексику, потом в тур по городам Сибири и Европы. Гастрольный график расписан до марта. Привозя спектакли, я стараюсь их делать максимально полноценными, с максимальным количеством людей на сцене. И несмотря на то, что наш театр, он как бы антерпризный, все-таки считается, я стараюсь делать хороший, насыщенный, красивый, с большим количеством декораций и костюмов спектакль. Фестиваль «Лето балета» впервые проводится в Сочи. Пару раз его видели зрители в Москве. Организаторы мечтают сделать сочинский фестиваль многодневным и более насыщенным. В планах на следующий год постановка «Золушка». В сочинской группе писать песни будет автор хита «Самый лучший день». У эстрадного мужского вокального ансамбля «Сочи-соло» появился творческий наставник Лев Шапира. Сегодня он прилетел в Сочи и встретился с исполнителями. «Сочи-соло» – единственный эстрадный мужской вокальный коллектив в сочинской филармонии. Сочинцы могли неоднократно видеть их выступления в зимнем театре, в органном зале, на различных городских мероприятиях. В таком режиме ребята работают два года. Цель должна быть недосягаемой, наверное, для того, чтобы развиваться как можно быстрее. Мы для этого делаем все возможное. Очень людям главное то, чем занимаемся, и стараемся, чтобы и людям мы очень нравились. И вот теперь у них появилась возможность выйти на более профессиональный уровень. Лев Шапира, автор хита «Самый лучший день», писал песни не только для Григория Лепса, но и для Лолиты. Сегодня прилетел в Сочи познакомиться с исполнителями и предложить им совместный проект. Какой, правда, музыканты еще не знают. Вывод сделают после общения и репетиций. В Сочи Шапира пробудет пять дней. Мне каждый день радость приносит. Я могу написать песню неизвестно даже по какому поводу. Вот серьезно абсолютно. Сейчас познакомился с новыми людьми. Вечером приду в номер, напишу чего-нибудь. Такое тоже может быть. На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях и в группах «Говорит Сочи». В Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютьюбе «Говорит Сочи». В студии Блейнга Агабеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда «Ведущий» предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok